Меня зовут Зафар, мне 16 лет, я получил IELTS 8, поэтому мы тут. МОК, я учился у мистера Ахмада, и он мне дал несколько советов по поводу ридинга. Выбор правильного учебного центра играет важную роль. Когда записался на IELTS курсы, я забросил все остальные свои обязательства. Как вы справляетесь со стрессом до и во время экзамена? За день до экзамена я отравился. В первую очередь, как я сказал ранее, сдавать чаще МОК. Моя дальнейшая цель — это поступление в ТОП вузы Америки. Здравствуйте! Я приехала от RICS Education с целью провести с вами интервью. Вы готовы? Да, давайте. Тогда начинаем! Теперь мы в другой обстановке. Привет! Привет! Можешь представиться? Меня зовут Зафар, мне 16 лет, я получил IELTS 8, поэтому мы тут. Поздравляю! Спасибо, спасибо. Перейдем к вопросам. Да, давайте. В каких областях ты затруднялся больше всего и как ты преодолел эти препятствия? Ну, знаете, обычно у всех самый трудный аспект от IELTS является райтингом, но у меня такого не было. Для меня самым трудным аспектом был ридинг. У меня был довольно-таки плохой словарный запас, и из-за этого понимать все эти три текста было как бы трудновато. Но учитель мне очень сильно помог, я учился у мистера Ахмада, и он мне дал несколько советов по поводу ридинга, по поводу практики, как правильно практиковаться, чтобы было эффективно. И благодаря нему я улучшил свой словарный запас и получил 8,5 по ридингу. Поздравляю! Как вы распределяли время между учебой и другими обязательствами? Ну, в целом английский я учил три года, и из этих трех лет три месяца я потратил на подготовку именно по IELTS, учил стратегию и все такое. Вот за эти три года у меня было много обязанностей, помимо этого, нужно было помочь по дому. Ходил на математику, спортом занимался, но вот когда начал, когда записался на IELTS курсы, я забросил все остальные свои обязательства и сидел дома и пахал, чтобы получить желанный результат в IELTS. Каким образом центр RIGS Education помог вам в подготовке к IELTS, и какие методы или уроки были самыми полезными? Выбор правильного учебного центра играет важную роль в подготовке, не только к IELTS, но и в целом изучении английского языка. И я считаю, что я не ошибся с выбором, и этот учебный центр очень сильно помог мне в этом. Первым моим учителем была мисс Глупмар, она была очень классной учительницей, она способствовала моим дальнейшим прогрессам. Ее уроки были очень интерактивными, ее методы обучения мне очень сильно помогли, особенно большой упор на speaking. Благодаря этому я преодолел свой языковой барьер и мог спокойно разговаривать даже с иностранцами, или со своим ровесниками, или даже с людьми, у кого уровень был выше меня на тот момент. Это очень сильно помогает. И когда я перешел уже к учителю мистера Ахмад, он составил мне свою программу подготовки к IELTS, потому что я ему с первого дня сказал, что у меня цель получить IELTS 8, я хочу достичь этого результата, и пожалуйста, помогите, я готовлю делать все. И вот он составил мне стратегию изучения и подготовки, которая отличается от других студентов, потому что он у каждого спасил свои цели, и не у всех цель была IELTS 8. Индивидуальный подход. Да, 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 индивидуальный подход. И благодаря этому я смог получить желанный результат. И не только учебный центр играет важную роль, еще это очень сильно зависит от самого ученика, от желания и целей. Да, так вот. В целом, Лик Судыкиш мне очень сильно помог. Интересно. Спасибо. Перейдем к следующему вопросу. Как вы справляетесь со стрессом до и во время экзамена? До экзамена я, я не сказал, что прям очень сильно, но я волновался. Волнование присутствовало, да, очевидно. И за день до экзамена я отравился или заболел, я сам не понял. И у меня была очень сильная температура, я не мог, следовательно, подготовиться. И я думал, на следующий день все станет лучше. И утром, где-то в 4 утра, я измерил свою температуру, и все стало намного хуже. И тогда я уже начал задумываться, что он мне сделать, может, перенести или нет. Но все-таки я решил дальше лечь спать и надеялся, что утром все будет лучше. И оказалось, что утром температура у меня упала. Я был, как его, спокойный, знаете, и поехал сдавать экзамен. И вот когда самый страшный момент, это когда ты сидишь и ждешь начало экзамена, после того, как ты зарегистрировался. Все говорят, что это страшно, но для меня, я не волновался в это время, потому что я внушал себе, что все это как обычный МОК. И вот я рекомендую сдавать МОКи периодически, раз в неделю, может быть. Не надо экономить на этом, потому что на МОКах, особенно в RIGS Education, там все материалы от Хембриджа, все официально. И уровень сложности такой же, как на экзамене. Это мне очень сильно помогло. И атмосфера такая же. Поэтому я сидел, думаю, блин, все как МОКи. Вот я оглядываюсь, только людей больше. Все как МОКи, поэтому у меня о чем волноваться. Просто показать себя и все, ждать результат. И благодаря этому я не волновался. Я рекомендую всем внушать себе, что это обычный МОК. Как легче. А вот перед спикингом было легкое волнение, потому что все говорят про некоторых экзаменаторов, которые очень строгие, которые топят. Злые. Да, да, злые, там, Алекс, там, говори, все такое. Но мне попался какой-то дедушка, не знаю, из Америки, из Англии. Он добрый, пытался мне, наоборот, помочь. Задавал вопросы иногда от тебя. И все, волнение ушло, пропало во время экзамена. Как я только к нему зашел, увидел, какой он добрый, гостеприимный. Я успокоился и сделал сегодня все, что возможно, чтобы получить высокий балл. Понятно. А какие советы вы бы могли дать тем, кто готовит заказ? Ну, в первую очередь, как я сказал ранее, сдавать чаще, чем мог. Чтобы, во-первых, узнать, на каком вы уровне сейчас, и что вам нужно сделать, в каких аспектах вам, не знаю, больше трудиться, чтобы повысить свой балл. И, во-вторых, самое важное, и то, что мне говорил мой учитель, определиться со своей целью. Если у вас цель, например, больше шести или пяти с половиной, ну, как зарубежные у нас уже принимают, пять с половиной, то вам надо сразу сказать учителю, что это ваша цель, и к вам подход будет другим. Вам не будет давать так много домашних, как давали мне, и к вам не будет так строго относиться. А если у вас цель семь плюс, нам, например, надо сказать учителю, сказать, что вы готовы, и все, делать то, что он говорит. Это единственный способ, мне кажется, как получить хороший результат. И также заниматься помимо уроков. Но урок длится полтора часа, эти полтора часа вам не так сильно помогут. Больше всего вам нужно стараться дома, сам собой, когда никто не видит. Ты наезде одеваешь наушники, делаешь с лишним, практикуешься. Самое главное – это заниматься помимо урока и делать то, что тебе говорит учитель. Не надо умничать, не надо придумывать что-то новое, не надо верить в Ютубу. То, что тебе говорит учитель, тебе надо делать это. Он знает свое дело. Понятно. Значит, четкая цель, дисциплина и практика. Да, совершенно верно. Какие ваши дальнейшие действия? Какая ваша цель была? Ну, после получения своих сертификатов я начал изучать сферу SIT, наверное, вы слышали, потому что я собираюсь поступить за границу, то есть в Америку. И для поступления в топ-вузы я слышал, что необходим тест SIT. Да, хороший балл. Ну, вот я хочу обратиться в консалтинговую фирму, чтобы узнать, нужно ли мне учить SIT или можно сразу же подавать документы. Вот, я хочу, моя дальнейшая цель – это поступление в топ-вузы Америки. А дальше уже как время покажет. Надеюсь, вы поступите. Спасибо. Я тоже надеюсь. Спасибо вам за интервью. Вам спасибо, было очень приятно. Ваш заказ. Да, спасибо. Стоп, это же вы, да? Только что у меня интервью брали. Я не понимаю, о чем вы говорите. Это же вы, вы только что сидели здесь? Нет. Нет? Нет. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.